Сегодня речь пойдет о моем опыте интервального голодания. Несмотря на то, что эта тема довольно популярная и, скорее всего, ты о ней слышал, я все же коротко расскажу, что это такое, чтобы, так сказать, избавиться от проблем с недопониманиями в терминологии. Интервальное голодание или фастинг – это такой режим питания, в котором пища употребляется в ограниченный промежуток времени, например, в 8 часов из доступных 24. Таким образом, чтобы следовать этому режиму, достаточно выбрать определенный 8-часовой промежуток времени в течение суток и кушать только в рамках этого промежутка, а оставшиеся 16 часов – и будут голоданием. 16 на 8 – это самый популярный протокол питания для интервального голодания, но существует еще и множество других, например, когда можно питаться в течение 10 часов. Но я решил выбрать пожестче – это 18 на 6, то есть я в течение месяца ел только с 12 до 18 часов, а оставшееся время в сутках я голодал. Я не буду рассказывать о химических процессах, протекающих внутри организма во время голодания, насколько это суперполезно. В сети куча информации об этом, ты легко можешь это нагуглить. Как обычно, я расскажу лишь о своем личном опыте голодания, то, что я получил за этот период и что потерял. Сам фастинг не подразумевает какие-либо ограничения в потреблении пищи, кроме временных, то есть можно 16 часов поголодать, а потом объедаться фастфудом. Поэтому само по себе интервальное голодание без понимания того, что стоит есть, а что не стоит, я считаю абсолютно бессмысленным. Помимо временных ограничений, я продолжал следовать принципам здорового питания, ну, в моем понимании здорового. И если у тебя есть желание повторить этот эксперимент, я рекомендую тебе для начала просто исключить продукты, которые ты сам считаешь вредными, и только уже потом думать о фастинге. В ходе данного эксперимента я потерял довольно немного, а если точнее, 2 килограмма жира. Ну, надеюсь, что жира. Зато приобрел многое. Меня ждало несколько открытий, и самое главное заключается в том, что можно есть всего один раз в день. Первые дни я старался закинуть в себя как можно больше углеводов в течение 6 часов. Я боялся, что буду чувствовать себя потом плохо, а на утро вообще умру. Этот страх был вызван привычкой, привычка бесконечно есть. Но достаточно было избавиться от концепции того, что нужно постоянно что-то в себя закидывать, и этот страх прошел. Оказывается, так можно было. Я пришел к этому эмпирическим путем, но потом начал искать какие-то научные подтверждения того, что это вообще безопасно. Может, я поехал и прижу себе просто. Но обнаружил огромное количество людей, которые живут так, и пришли к этому через научные исследования. Например, среди них доктор Нун Аминра. Рекомендую послушать, что он говорит. Ссылку на видео с ним я оставлю в описании. Непонятно вообще, откуда взялась эта концепция, что нам необходимо есть по 3 раза в день. Мы рождаемся с этой догмой и даже не пытаемся подвергнуть ее сомнению. А стоит. Я, как и многие люди, привык к постоянному потреблению еды. И несмотря на то, что после плотного обеда к 6 часам вечера я не успевал проголодаться, все равно закидывал себя что-то. Но через какое-то время эта привычка слабела, и к основному приему пищи я стал добавлять лишь один маленький. Что-то типа салата или смузи. И даже с учетом каждодневных тренировок, а иногда даже двух, я никогда не чувствовал какого-то упадка сил или нехватки энергии. Еще одним плюсом для меня стало то, что я более осознанно начал подходить к тому, что съесть на обед. Так как хотелось, чтобы основной, а возможно и единственный прием пищи был насыщен максимальным количеством необходимых нутриентов. Также я добавил в свой рацион травы, масла, орехи, к которым раньше не относился так серьезно. Были, конечно, и сложности. Когда, например, нет возможности пообедать тем, что нужно, приходилось закидывать в себя то, что было, чтобы просто успеть до 6 часов вечера закинуть необходимое количество калорий. И как ни крути, психологическая зависимость от удовольствия при поедании еды осталась, поэтому я решил немного схитрить и добавил себе так называемый читмилл. Разрешил себе раз в неделю есть после 6. Еще ко мне пришло одно очень важное осознание, и заключается оно в том, что мы часто думаем о еде от безделья. Иногда утром, когда я не был чем-то занят, я поневоле посматривал на время и прислушивался к запахам, доносящимся с кухни. И наоборот, я помню, как не придерживаясь никаких режимов питания, я иногда так увлекался какой-либо деятельностью, что только перед сном мог вспомнить о том, что ничего не ел с утра. У нас слишком много свободного времени, что провоцирует нас на обжорство. А обжорство со всеми вытекающими из этого последствиями, в свою очередь, оставляет нам очень мало времени на действительно важные дела. Вот такой вот замкнутый круг. В целом, я считаю эксперимент удачным, как для тела, так и для понимания его природы. Я думаю, что не буду придерживаться этого режима питания на постоянной основе, но обязательно учту полученный опыт для того, чтобы выработать оптимальную для меня систему питания, исходя из конкретно моего образа жизни. Надеюсь, данное видео помогло тебе разобраться с тем, что такое фастинг и нужен ли он конкретно тебе. Субтитры создавал DimaTorzok